Глава третья. На дворе была первая предвесенняя оттепель. Прямо перед окном на ветке вишни хорохорился серопузый воробей, беспокойно посматривая вороватыми глазками на Павла. — Что, пережили зиму с тобой? — тихо проговорил Павел, постучав пальцем в окно. Мать испуганно посмотрела на него. — Ты с кем там? Это я воробью. Улетел жуликоватый такой и слабо улыбнулся. Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о возвращении в город. Он достаточно окреп, чтобы ходить, но в его организме творилось что-то неладное. Однажды, гуляя в саду, он неожиданно был свален на землю острой болью в позвоночнике. С трудом приплелся в комнату, на другой день его внимательно осматривал врач. Нащупав в позвоночнике глубокую впадину, удивленно хмыкнул. — Откуда у вас это? — Это доктор Сред от Камнина из мостовой, под городом Ровно. — Трехдюймовкой сзади по шоссе ковырнули. — Как же вы ходили? Вас это не тревожило? — Нет. Тогда полежал часа два и на лошадь. Вот только сейчас первый раз напомнило. Врач нахмурясь осматривал впадину. — Да, дорогой мой, пренеприятная штука. Позвоночник не любит таких потрясений. Будем надеяться, впредь он себе не заявит. — Оденьтесь, товарищ Корчагин. И он сочувственно и с плохо скрываемым огорчением смотрел на своего пациента. Артем жил в семье своей жени и приглядной молодухи стеши. Семья была захудалая, крестьянская. Павел как-то зашел к Артему. На маленьком грязном дворике бегал замазюканный, раскосый мальчонка. Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазками и, сосредоточенно ковыряя в носу пальцем, спросил. — Чего тебе надо? Может, ты воровать пришел? Уходи лучше, а то у нас мамка сердитая. В старой низкой избенке открылось крошечное окно, и Артем позвал. — Заходи, Павлуша. У печи возилась с ухватом старуха с пожелтелым, как пергамент, лицом. Она на миг коснулась Павла нелюбезным взглядом и, пропустив гость, загремела чугунками. Две девочки-подростка с куцами-косичками быстро забрались на печь и с любопытством дикарей заглядывали оттуда. За столом сидел Артем, немного смущенный. Его женитьбу не одобряли ни мать, ни брат, потомственный пролетарий. Артем неизвестно почему порвал свою трехлетнюю дружбу с красавицей Галей, дочерью Каменотеса, работницей Портнихой, и пошел в примаки к Серенькой Стеше, в семью из пяти ртов, без единого работника. Здесь он после деповской работы всю свою силу вкладывал в плуг, обновляя захерелое хозяйство. Артем знал, что Павел не одобрял его отхода, как он выражался в нём как биржуазную стихию, и теперь наблюдал, как воспринимает брат всего окружающего здесь. Посидели, перебросились малозначительными, обычными при встрече фразами, и Павел собрался уходить. Артем задержал его. — Погодь, покушай с нами, сейчас Стеша молока принесёт. Значит, завтра едешь? Слабоват ты ещё, Павка. В комнату вошла Стеша, поздоровалась, позвала Артёма нагумно помочь что-то перенести. Павел остался один со старухой, нещедрые на слова. В окно донёсся церковный звон. Старуха поставила ухват и недовольно забормотала. — Господи, Суси, за чёртовой работе ей помолиться некогда. И, сняв с шеи платок, подошла, косясь на пришельца, к углу, уставленному потемневшими от времени унылыми ликами святых. Сложив щепоткой три костлявых пальца, закрестилась. — Отче нас, иже еси на небеси, да светится имя твоё, — зашептала она высохшими губами. На дворе мальчонка с наскока оседлал чёрную веслоуху свинью. Крепко шпуря её босыми ногами, вцепившись ручонками в щетину, кричал. От вертящегося и хрюкающего животное. — Ну, пошла, поехала. — Пфу, не балуй. Свинья носилась с мальчошками по двору и пыталась его сбросить, но раскосый сорванец держался крепко. Старуха прервала молитву и высунулась в окно. — Я тебе поезжу, тряся твоему батькови. Слезь со свиньи, холера тебе в бок. — А провинились ты? Таки, дитя, скажения. Свинье удалось, наконец, сбросить наездника, и удовлетворённая старуха опять повернулась к иконам. Сделав набожное лицо, она продолжала. — Да придёт царствие твоё! В дверях показался заплаканный мальчошка, рукавом утирая ушибленный нос. Схлипывая от боли, он заныл. — Мамка, дай вареник! Старуха злобно повернулась. — Помолиться не даст, чёрт косоокий. Я тебя, сукина сына, сейчас накормлю. И она схватила Славки кнут. Мальчик моментально исчез. За печкой девочки тихонько прыснули. Старуха в третий раз принялась за молитву. Павел встал и вышел, не дожидаясь брата. Закрывая калитку, приметил в крайнем оконце голову старухи. Она следила за ним. — Какая нелёгкая! Затянул сюда Артёма. Теперь ему до смерти не выбраться. Будет все шарожать каждый год. Закопается, как жук в навозе. — Ещё чего доброго да побросит, — размышлял удручённый Павел, шагая по безлюдной улице городка. А я было думал в политическую жизнь стянуть его. Он радовался, что завтра уедет туда, в большой город, где остались его друзья и дорогие его сердцу люди. Большой город притягивал своей мощью, жизненностью, суетой непрерывных человеческих потоков, грохотов трамваев и криком сирен автомобилей. А главное — тянуло в огромные каменные корпуса, закопчённые цеха к машинам, тихому шороху шкифов. Тянуло туда, где в строительном разбеге кружились великаны-меховики и пахло машинным маслом. К тому, с чем сроднился. Здесь же, в тихом городке, бродя по улицам, Павел ощущал какую-то подавленность. Не удивляло, что городок стал ему чужим и скучным. Неприятно даже было выходить днём гулять. Проходя мимо болтливых кумушек, сидевших на крыльчиках, Павел слышал их торопливый переговор. Да и весь, бабы, откуда цей страхополох? Видать, беркулёзный, чахотка у него. А ту журка наём богатая, не иначе краденая. И многое другое, чего становилось противно. Давно уже оторвался корнями отсюда. Стал ближе и роднее большой город. Братва крепкая и жизнерадостная. Корчагин незаметно дошёл до Сосновой рощи и остановился на раздорожье. Вправо, отгороженная от леса высоким, заострённым чистоколом, угрюмая старая тюрьма. За ней белые корпуса больницы. Вот здесь, на этой просторной площади, задыхались в петлях Валя и её товарища. Молча постоял он на том месте, где была висельница. Затем пошёл к обрыву. Спустился вниз и вышел на площадку братского кладбища. Чьи-то заботливые руки убрали ряд могил венками, изъели, оградив маленькое кладбище зелёной изгородью. Над обрывом выселись стройные сосны. Зелёный шёлк молодой травы услал склоны оврагов. Здесь край городка тихо и грустно. Лёгкий лесной шелест и весенний апрель возрождённой земли. Здесь мужественно умирали братья, для того, чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете. Для тех, кому самое рождение было началом рабства. Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и грусть, великая грусть запомнила его сердце. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проженные годы. Чтобы не жёг позор за подлинненькое и мелочное прошлое. Чтобы, умирая, смог сказать – всю жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать её. Охваченный этими мыслями, Корчегин ушёл с братского кладбища. Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына. Наблюдая за ней, Павел видел, скрывает от него слёзы. Может, останешься, Павлуша? Горько мне на старости одной жить. Детей сколько, а чуть подрастут, разбегутся. Чего тебя в город тянет? И здесь жить можно. Или тоже высмотрел себе перепёлку стриженную. Ведь никто мне, старухи, ничего не расскажет. Артём женился, слова не сказал. А ты уж и подавно. Я только и вижу вас, когда покалечитесь, тихонько говорила мать, укладывая в чистенькую сумку небогатые сыновьи пожитки. Павел взял её за плечи и притянул к себе. Нет, маманя, перепёлки. А знаешь ли ты, старенькая, что птицы по породе подружку ищут? Что ж я, по-твоему, перепел? Заставил мать улыбнуться. Я, маманя, слово дал себе. Девчат, не голубить. Пока во всём свете буржуев не прикончим. Что, долгонько ждать, говоришь? Нет, маманя, долго буржуй не продержится. Одна республика станет для всех людей. А вас, старушек, да стариков, которые трудящиеся. В Италию страна такая тёплая. Понад морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас в дворцах буржуйских и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуи окончать в Америку поедем. Не дожить мне, сынок, до твоей сказки. Таким заскочистым твой дед был. В моряках плавал. Настоящий разбойник, прости господи. Довоевался в Севастопольскую войну, что без ноги руки домой вернулся. На груди ему два креста навесили и два полтинника царских на ленточках. А помер старый в страшной бедности. Строптивый был. Ударил какую-то власть по голове. Клюшкой. В тюрьме малый негод просидел. Закупорили его туды, и кресты не помогли. Погляжу я на тебя, не иначе, как в деда вдался. Что же ты, маманя, прощание таким невеселым делаем? Дай-ка мне гармонь. Давно в руках не держал. Склонил голову над перламутровыми рядами клавишей. Дивилась мать новым тонам его музыки. Играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали. Ухарский взгвизгов и разудалый пересыпи. Той хмельной зелихвастости, прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Музыка звучала мелодично, не теряя силы. Стала какой-то более глубокой. На вокзал пришел один. Уговорил мать остаться дома. Не хотел в ее слез при прощании. В поезд набились все нахрапом. Павел занял свободную полку на самом верху. И оттуда наблюдал за крикливыми и возбужденными людьми в проходах. Все так же тащили мешки и пихали их под лавку. Когда поезд тронулся, полгомонились. И, как всегда в этих случаях, жадно принялись за еду. Павел скоро уснул. Первый дом, который он хотел посетить, был в центре города, на Крещатике. Медленно взбирался по ступенькам. Все кругом знакомо, ничто не изменилось. Шел по мосту, рукой скользил под гладким перипом. Подошел к спуску. Остановился на мосту не души. В бескрайней пышине ночь открывала завороженным глазам величественное зрелище. Черным бархатом застилала теми горизонт. Перегибаясь, мерцали тросфористым светом. Жглись звездные множества. А ниже, там, где сливалась на невидимой грани с небосклоном земля, город рассыпал в темноте миллионы огней. Навстречу Корчагину по лестнице поднималось несколько человек. Резкие голоса увлеченных спором людей нарушили тишину ночи. И Павел, оторвав взгляд от огней города, стал спускаться с лестницы. На Крещатике в бюро пропусков особого отдела округа дежурный комендант сообщил Корчагину, что Жухрая в городе уже давно нет. Он долго прощупывал Павла вопросами, и лишь убедившись, что парень лично знаком с Жухраем, рассказал, Федор уже два месяца как отозван на работу в Ташкент, на Туркестанский фронт. Огорчение Корчагина было так велико, что он не стал даже спрашивать подробностей, а молча повернулся и вышел на улицу. Усталость навалилась на него и заставила присесть на ступеньках подъезда. Прошел трамвай, наполняя улицу грохотом и лязгом. На тротуарах бесконечный людской поток. Оживленный город, то счастливый смех женщин, то обрывки мужского баса, то тенор-юноши, то клокочущая хрипотцой старика. Людской поток бесконечен, шаг всегда тороплив. Ярко освещенные трамваи, вспышки автомобильных фар и пожар электроламп. Вокруг рекламы соседнего кино. И везде люди, наполняющие несмолкаемым говором улицу. Этот вечер большого города. Шум и суета проспекта складывали остроту, горечи вызванные известием об отъезде Федора. Куда идти? Возвращаться на Соломинку, где были друзья? Далеко. И сам собой сплыл дом на недалекой отсюда, круглой университетской улице. Конечно, он сейчас пойдет туда. Ведь после Федора первым товарищем, которого он хотел бы видеть, была Рита. Там у Акима или Михайлы можно и заночевать. Еще издали, наверху, в угловом окне увидел свет. Стараясь быть спокойным, потянул к себе дубовую дверь. На площадке постоял несколько секунд за дверью в комнате. Риты слышны голоса, а кто-то играл на гитаре. Ого, разрешена, значит, и гитара. Режим смягчен, заключил Корчагин. И легонько стукнул кулаком в дверь. Чувствуя, что волнуется, зажал зубами губу. Дверь открыла незнакомая женщина, молодая, с завитушками на висках. Вопросительно оглядела Корчагина. Вам кого? Она не закрывала двери, и беглый взгляд на незнакомую обстановку уже подсказал ответ. Устинович, можно видеть? Ее нет. Она еще в январе уехала в Харьков. А оттуда, как я слышал, в Москву. А товарищ Аким здесь живет или тоже уехал? Товарища Акима тоже нет. Он сейчас секретарь Одесского губка Мола. Павлу ничего не оставалось, как повернуть назад. Радость возвращения в город поблекла. Теперь надо было серьезно подумать о ночлеге. Так по друзьям ходить все ноги отобьешь, и никого не увидишь. Угрюмо ворчал Корчагин, пересиливая горечь. Но все же решил еще раз попытать счастье найти Панкратова. Грузчик жил вблизи пристани, и к нему было ближе, чем на соломинку. Совсем усталый, добрался он наконец до квартиры Панкратова. И стучав в когда-то крошечную, охрой крашенную дверь, решил. Если и этого нет, больше бродить не буду. Заберусь под лодку и переночую. Дверь открыла старушка в простеньком, подвязанном под подбородок платочке. Мать Панкратова. Игнать дома, мамаш? Только что пришедший, а вы к нему? Она не узнала Павла и, оборачиваясь назад, крикнула. Генька, тут к тебе. Павел вошел с ней в комнату, положил на пол мешок. Панкратов, доедая кусок, повернулся к нему из-за стола. Ежели ко мне, садись и рассказывай. А я пока борча умную миску. А то с утра на одной воде. И Панкратов взял в руку огромную деревянную ложку. Павел сел сбоку на продавленный стул. Сняв с головы фуражку, по старой привычке вытер ею лоб. Неужели я так изменился, что и Генька меня не узнал? Панкратов отправил ложки две борща в рот. И, не получив от гостя ответа, повернул к нему голову. Ну давай, что там у тебя? Рука с куском хлеба на полдороге ко рту остановилась. Панкратов растерянно замигал. Э-э-э, постой, фу ты, буза какая! Видя его красное от натуги лицо, Корчагин не вытерпел и расхохотался. Павка, ведь мы тебя за пропавшего считали. Стой, как тебя зовут? На крики Панкратова из соседней комнаты выбежали старшая сестра и мать. Все втроем, наконец, удостоверились, что перед ними настоящий Корчагин. В доме уже давно спали, а Панкратов все еще рассказывал о событиях за четыре месяца. Еще зимой в Харьков уехали Жаркий, Митяй и Михайло. И не куда-нибудь с Тервецы, а в коммунистический университет. Ванька и Митяй на подготовительный, Михайло на первый. Нас человек пятнадцать собралось. С горячки я нашпарил заявление. Надо, думаю, в мозгах начинку подгустить, а то жидковато. Но, понимаешь, комиссии меня посадили на песок. Сердито, посопев, Панкратов продолжал. Сначала у меня на мази было дело. Все статьи подходящие, портбилет есть, стажа пока все хватает. Насчет положений и происхождения носа не подточишь. Но когда дело дошло до политпроверки, здесь у меня получилась неприятность. Заелся я с одним товарищем из комиссии. Подкидывает он мне такой вопрос. Скажите, товарищ Панкратов, какие сведения вы имеете по философии? А сведений, ты понимаешь, у меня никаких и не было. Но тут же вспомнил, был у нас грузчик один, гимназист-бродяга. В грузчике из Форсу поступил. Он нам рассказывал как-то, черт его знает, когда в Греции были такие ученые, что много о себе понимали, называли их философами. Один такой типчик, фамилия, не помню, кажется, Идиоген, жил всю жизнь в бочке и так далее. Лучшим спецом среди них считался тот, что 40 раз докажет, что черное то белое, а белое то черное. Одним словом, были они брехуные. Ну вот я рассказ гимназистства вспомнил и подумал, объезжает меня с правой стороны этот член комиссии. А тот с хитринкой на меня поглядывает. Ну я тут и жахнул. Философия, говорю, это одно пустобрехство. И наводка теней. Я, товарищи этой бузой, заниматься не имею никакой охоты. Вот насчет истории партии всей душой бы рад. Давай они меня тут марьяжить. Откуда, мол, у меня такие новости про философию? Тут я еще кое-что прибавил со слов гимназиста. Отчего вся комиссия в хохот. Я обозлился. Что, говорю, вы с меня тут дурака строите? За шапку и домой. Потом меня этот член комиссии в гумкомате встретил и часа три беседовал. Оказывается, гимназистик-то напутал. Выходит, что философия большое мудрое дело. А вот дубавы и жаркие прошли. Ну, Митяй хоть учился здорово, а жаркий, тот недалеко от меня отъехал. Не иначе как орден Ваньке помог. Одним словом, остался я на бабах. Меня здесь на пристани хозяйством ворочать назначили. Замещаю начальника товарной пристани. Раньше я бывало всегда с ночами в перебой вступал по разным делам молодежным. А теперь самому приходится руководить делом хозяйственным. Иногда и так бывает. Лодырь тебе под руку подвернется или растяпая неповоротливая. Так жмешь его и как начальник, и как секретарь. Он уж мне очков не вотрет, извиняюсь, а себе потом. Какие я тебе новости еще не рассказывал? Про Акима знаешь, из старых в Укомате только Туфта. Значит, все на том же месте. Токарев в секретариат в райкоме партии на Соломинке. В Райкомоле Окунев твой коммунщик. По Литпросветам Таля. В мастерских на твоем месте Цветаев. Я его мало знаю. На Губкоме встречаемся. Кажется, парень не глупый, но самолюбивый. Если помнишь Борхарта Анну, она тоже на Соломинке. Завжена делом Райкомпарта. Об остальных я уже тебе рассказывал. Да, Павлуша, много народу партии на учебу бросило. В Губсов партшколе весь старый актив теперь сидит за книжкой. На будущий год обещают и меня послать. Уснули далеко за полночь. Утром, когда Корчагин проснулся, Игната в доме уже не было. Ушел на пристань. Дуся, сестра его, крепкая девчина, лицом к брату, угощала гостей чаем, весила таратория о всяких пустяках. Отец Панкратова, судовой машинист, был в поездке. Корчагин собрался уходить, на прощание Дуся напомнила. Не забывайте, что ждем вас к обеду. В Губкомате обычное оживление. Входная дверь не знает покоя. В коридорах и в комнате людно, приглушенный стук машинок за дверью, управление делами. Павел постоял в коридоре, приглядывая, не встретит ли знакомое лицо, и не найдя никого, вошел в комнату секретаря. За большим письменным столом сидел в синей косоворотке секретарь Губкома. Встретил Корчагина коротким взглядом и, не поднимая головы, продолжал писать. Павел сел напротив и внимательно рассматривал заместителя Акима. — По какому вопросу? — спросил секретарь, в косоворотке ставят точку в конце исписанного листа. Павел рассказал ему свою историю. — Необходимо, товарищи, воскресить меня в списках организаций и направить в мастерские. — Сделай об этом распоряжение. Секретарь откинулся на списку стула. Ответил нерешительно. — Восстановим, конечно, об этом разговора быть не может, но в мастерские посылать тебя неудобно. Там уже работает Цветаев, член Губкома последнего созыва. — Мы тебя используем в другом месте. Глаза Корчагина сузились. Я в мастерские иду не для того, чтобы мешать работать Цветаеву. Я буду в цех по специальности, а не секретарем коллектива. И поскольку я еще слаб физически, прошу на другую работу не посылать. Секретарь согласился. Набросал на бумаге несколько слов. — Передайте товарищу Туфте, он все уладит. В учраспреде Туфта разносил в пух и прах своего помощника-учетчика. С полминуты Павел слушал их перебранку, но видя, что она затягивается надолго, прервал расходящегося учраспредчика. Потом другаешься с ним Туфта. — Вот тебе записка. Давай оформим мои документы. Туфта долго смотрел на ту бумагу, но Тона Корчагина наконец уразумел. — Ээээ, значит ты не умер. — Как же теперь быть? Ты исключен из списков. Я сам посылал в ЦК карточку, а потом ты же не прошел всероссийские переписи. Согласно циркуляру ЦК Комсомола все непрошедшие переписи исключаются. Поэтому тебе остается одно — вступать вновь на общих основаниях, — произнес Туфта безапелляционным тоном. Корчагин наморщился. — Ты все по-старому. Молодой парень, а хуже старой крысы. Из губархива. — Когда ты станешь человеком, Володька? Туфта подскочил, словно его укусила блоха. — Прошу мне на татце не читать. Я отвечаю за свою работу. Циркуляры пишутся не для того, чтобы я их нарушал, а за оскорбления насчет крысы привлеку к ответственности. Последние слова Туфты произнес с угрозой и демонстративно подтянул к себе ворох пакетов непросмотренной почты, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Павел неспеша направился к двери. Но, вспомнив что-то, вернулся к столу. Взял обратно лежавшую перед Туфтой записку секретаря. Учераспредчик следил за Павлом. Злой и придирчивый этот молодой старичок с большими настороженными ушами был неприятен и в то же время смешон. — Ладно, — издевательски сказал Корчагин. — Мне, конечно, можно припаять дезорганизацию статистики. Но скажи мне, как ты ухитряешься налагать взыскания на тех, кто взял, да и помер, не подав об этом предварительного заявления? Ведь это каждый может. Захочет, заболеет. Захочет, умрет. А циркуляра на этот счет, наверное, нет. — Го-го-го! — весело зажал помощник Туфты, не выдержавший нейтралитета. Кончик карандаша в руке Туфты сломался. Он швырнул его на пол, но не успел ответить своему противнику. В комнату обвалились гурьбой несколько человек. Громко разговаривая и смеясь, среди них был Окунев. Радостному удивлению и расспросу не было конца. Через несколько минут в комнату вошла еще группа молодежи, и с ней Юринева. Она долго, растеряна, но радостно жала ему руки. Павла опять заставили рассказывать все сначала. Искренняя радость товарищей, неподдельная дружба и сочувствие, крепкие рукопожатия, хлопки по спине, увесистые и дружеские, заставили забыть о Туфте. Под конец рассказа Корчегин передал товарищам свой разговор с Туфтой. Кругом послышались возмущенные восклицания. Ольга, наградив Туфту уничтожающим взглядом, пошла в комнату секретаря. Идем к Нежданову. Он ему прочистит поддувало. С этими словами Окунев взял Павла за плечи, и они с толпой товарищей пошли вслед за Ольгой. Его надо снять и послать к Панкратову на пристань грузчиком на год. Ведь Туфта штампованный бюрократ, гречилась Ольга. Секретарь Губкома снисходительно улыбался, выслушивая требования Окунева. Ольге и других снять Туфту из учраспреда. О восстановлении Корчегина говорить нечем, ему и сейчас же выпишут билет, успокаивал Ольгу Нежданову. Я тоже с вами согласен, что Туфта формалист, продолжал он. Это его основной недостаток. Но ведь надо же признать, что он поставил дело очень неплохо. Где я не работал, учет и статистика в комсомольских комитетах. Непроходимые дебри. И ни одной цифре верить нельзя. А в нашем учраспреде статистика поставлена хорошо. Вы сами знаете, что Туфта иногда просиживает в своем отделе до ночи. И я так думаю, снять его можно всегда, но если вместо него будет рубаха парень, но никудышный учетчик, то бюрократизма не будет. Но и учета не будет. Пусть работает. Я ему намылю голову как следует, это подействует на некоторое время, а там посмотрим. Ладно, шут с ним, согласился Окунев. Едем, Павлуша, на соломинку. Сегодня в нашем клубе собрание актива. Никто еще о тебе не знает. И вдруг слово Корчагину. Молодец, Павлуша, что не умер. Ну какая тогда была бы с тебя польза пролетариату? Шутливо резюмировал Окунев, загребая в охапку Корчагина и выталкивая его в коридор. Ольга, ты придешь? Обязательно. Панкратовы не дожидались Корчагина к обеду. И вернулся он к ночи. Окунев привез своего друга к себе на квартиру. В доме совета у него была отдельная комната. Накормил чем смог и положив на стол перед Павлом кипы газет и две толстые книги протокола в заседании бюро Райка Мола, посоветовал. Посмотри всю эту продукцию. Когда ты в тифу даром время тратил, здесь немало воды утекло. Читай, знакомься с тем, что было и что есть. Я под вечер приду и пойдем в клуб. А устанешь, ложись и дрыхни. Рассовав по карманам кучу документов, справок, отношений, портфель Окунев принципиально игнорировал и он лежал под кроватью, секретарь Райка Мола сделал прощальный круг по комнате и вышел. Вечером, когда он вернулся, полкомнаты был завален развернутыми газетами и из-под кровати выдвинута груда книг. Часть из них была сложена стопкой на столе. Павел сидел на кровати и читал последние письма Центрального комитета, найденные им под подушкой друга. Что-то разбойник из моей квартиры сделал. С напускным возмущением закричал Окунев. Эээ, постой, постой, товарищ. Да ты ведь секретные документы читаешь. Вот пусти такого в хату. Павел, улыбаясь, отложил письма в сторону. Здесь как раз секрета нет. А что вместо абажура на лампочке у тебя? Действительно был документ, не подлежащий оглашению. Он даже подогрел на краях. Видишь? Окунев взял обожженный лист и, взглянув на заголовок, стукнул себя ладонью по лбу. А я его три дня искал, чтоб он провалился. Исчез, как в воду канул. Теперь я припоминаю. Это Волынцев третьего дня из него абажур смастерил. А потом сам же искал до седьмого пота. Окунев бережно сложил листок, сумму его под матрас. Потом все приведем в порядок, успокоительно сказал он. Сейчас шаманим хорошенько и в клуб. Подсаживайся, Павлушин. Окунев выгрузил из кармана длинную воблу, завернутую в газету. А из другого два ломтя хлеба. Подвинул на край стола бумагу, разослал на свободном пространстве газету. Взял воблу за голову и начал хлистать ее по столу. Сидя на столе и энергично работая челюстями, жизнерадостный Окунев, мешая шутку с деловой речью, передал Павлу Новости. Клуб Окунев провел Корчегина служебным ходом за кулисы. В углу вместительного зала, вправо от сцены, около пианино, в тесном кругу железнодорожной комсы, сидели Таля Лагутина и Борхарт. Напротив Анны, покачиваясь на стуле, восседал Волынцев, комсомольский секретарь депо. Румяный, как августовское яблоко, в изношенной до крайности когда-то черной кожаной тужурке. У Волынцева пшеничные волосы и такие же брови. Около него, небрежно опершись локтем о крышку пианино, сидел Цветаев. Красивый шатен с резко очерченным разрезом губ. Ворот его рубахи был расстегнут. Подходя к компании, Окунев услышал конец фразы Анны. Кое-кто желает всячески усложнять прием новых товарищей. У Цветаева это налицо. Комсомол непроходной двор. Упрямо, с грубоватой пренебрежительностью отозвался Цветаев. — Посмотрите, посмотрите, Николай сегодня сияет, как начищенный самовар, — воскликнула Таня, увидев Окунева. Окунева затянули в круг и забросали вопросами. — Где был? — Давай начинать. Окунев успокаивающе протянул вперед руку. — Не кипятитесь, братишки. Сейчас придет Токарев и откроем. — А вот и он, — заметила Анна. Действительно, к ним шел секретарь рекомпарта. Окунев побежал ему навстречу. — Идем, отец, за кулисы. Я тебе одного твоего знакомца покажу. — Вот удивишься, чего там еще буркнул старик, пыкнув папироской. Но Окунев уже тащил его за руку. Колокольчик в руке Окунева так отчаянно дребезжал, что даже заядлые говоруны поспешили прекратить разговоры. За спиной Токарева пышные рамки из зеленой хвои львиная голова гениального создателя коммунистического манифеста. Пока Окунев открывал собрание, Токарев смотрел на стоявшего в проходе кулис Корчагина. Товарищи, прежде чем приступить к обсуждению очередных задач организации, здесь мне очередью попросил слово один товарищ, и мы с Токаревым думаем, что ему слово надо дать. Из зала понеслись одобряющие голоса, и Окунев выпалил. Слово для приветствия предоставляется Павке Корчагину. Из ста человек в зале не менее восьмидесяти знали Корчагина. И когда на краю рампы появилась знакомая фигура, и высокий бледный юноша заговорил, в зале его встретили радостными возгласами и бурными овациями. Дорогие товарищи, голос Корчагина ровный, но скрыть волнение не удалось. Случилось так, друзья, что я вернулся к вам, и занимаю свое место в строю. Я счастлив, что вернулся. Я здесь вижу целый ряд моих друзей. Я у Окунева читал, что у нас на Соломинке на треть стало больше новых братишек, что в мастерских и в депо с зажигалочниками крышка, и что с паровозного кладбища тянут мертвецов в капитальный. Это значит, что страна наша вновь рождается и набирает силы. Есть для чего жить на свете. Но разве я мог в такое время умереть? И глаза Корчагина заискрились в счастливой улыбке. Под критки приветствия Корчагин спустился в зал, направляясь к месту, где сидели Борхард и Таля. Быстро пожал несколько рук. Друзья потеснились, и Корчагин сел. На его руку легла рука Таля и крепко-крепко сжал ее. Широко раскрыты глаза Анны. Чуть вздрагивают ресницы. И в ее взгляде удивление и привет. Скользили дни. Их нельзя было назвать буднями. Каждый день приносил что-нибудь новое. И распределяя утром свое время, Корчагин с огорчением отмечал, что времени в дне мало, и что-то из задуманного остается недоделанным. Павел поселился у Оконева. Работал в мастерских помощникам электромонтера. Павел долго спорил с Николаем, пока уговорил его согласиться на временный отход от руководящей работы. У нас людей не хватает, а ты хочешь прохлаждаться в цехе. Ты мне на болезни не показывай. Я и сам после тифа месяц с палкой в райком ходил. Я ведь тебя, Павка, знаю. Тут не это. Ты мне скажи про самый корень, наступал на него Оконев. Корень Коли есть. Хочу учиться. Оконев торжествующе закричал. А, вот. А ну что? Ты хочешь, а я по-твоему нет. Это, брат, эгоизм. Мы, значит, колесо будем вертеть, а ты учиться. Нет, миленький, завтра же пойдешь в оргинстр. Но после долгих дискуссий Оконев сдался. Два месяца не трону. Знай мою доброту. Но ты с Цветаевым не сработаешься. У него большое самомнение. Возвращение Корчагина в мастерские Цветаев встретил настороженно. Он был уверен, что с приходом Корчагина начнется борьба за руководство и болезненно самолюбивый приготовился к отпору. Но в первые же дни он убедился в ошибочности своих предположений. Узнав о намерении Бюро коллектива ввести его в свой состав, Корчагин сам пришел в комнату Орсектора и, ссылаясь на договоренную с Оконевым, убедил снять этот вопрос в повестке. В цеховой ячейке комсомола Корчагин взял на себя кружок политграмоты. Но работы в Бюро не добивался. И все же, несмотря на официальный отход от руководства, влияние Павла чувствовалось во всей работе коллектива. Незаметно дружески он не раз выводил Цветаева из затруднительного положения. Как-то раз зайдя в цех, Цветаев с удивлением наблюдал, как вся молодежная ячейка и десятка три беспартийных ребят мыли окна, чистили машины, скребали с них долголетнюю грязь, вытаскивая на двор лом и хлам. Павел ожесточенно тер огромной шваброй, залитой мазутой и жиром цементный пол. — С чего это вы прихорашиваетесь? — недоуменно спросил Павел Цветаев. — Не хотим работать в грязи. Тут двадцать лет никто не мыл. Мы за неделю сделаем цех новым, — кратко ответил ему Корчагин. Цветаев пожал плечами. Ушел. Электротехники не успокоились над этим и принялись за двор. Этот большой двор издавна был свалочным местом. Чего там только не было. Сотни вагонных скатов, целые горы ржавого железа, рельсы, буфера, буксы, несколько тысяч тонн металла ржавело под открытым небом. Но наступление на свалку приостановила администрация. Есть более важные задачи, а со двором на нас не каплет. Тогда электрики вымостили кирпичную площадку у входа в свой цех, укрепив на ней проволочную сетку для очистки грязи с обуви. И на этом остановились. Но внутри цеха уборка продолжалась по вечерам после работы. Когда через неделю сюда зашел главный инженер Стриж, цех был весь залит светом. Огромные окна с железными переплетами рам, освобожденные от вековой пыли, смешанные с мазутом, открыли путь к солнечным лучам. И те, проникая в машинный зал, ярко отражались на очищенных медных частях дизелей. Тяжелые части машин были выкрашены зеленой краской, и даже на спицах колес кто-то заботливо вывел желтые стрелки. Мдааааа, удивился Стриж. В дальнем углу цеха несколько человек заканчивали работы. Стриж прошел туда, навстречу ему с банкой, наполненной разведенной краской, шел Корчагин. — Подождите, милейший, — остановил его инженер. — То, что вы делаете, я одобряю, но кто дал вам краску? Ведь я запретил без моего разрешения расходовать ее. Дефицитный материал. Покраска частей паровоза важнее того, что вы делаете. А краску мы добывали из выброшенных красильных банок. Два дня возились над старьем и наскребли фунтов 25. Здесь все по закону, товарищ технорук. Инженер еще раз хмыкнул, но уже смущенно. — Тогда, конечно, делайте. Да, все-таки интересно. Чем объяснить такое, как это выразится, добровольное стремление к чистоте в цехе? Ведь это вы проделали в нерабочее время? Корчагин уловил в голосе технорука нотки искреннего недоумения. — Конечно. А вы как думали? — Да, но... Вот вам и но, товарищ Стриж. Кто вам сказал, что большевики оставят эту грязь в покое? — Подождите, мы это дело раскачаем шире. Вам еще будет на что посмотреть и подивиться. И осторожно обходя инженера, чтобы не мазнуть его краской, Корчагин пошел к двери. Вечерами допоздна Корчагин застревал в публичной библиотеке. Он завел здесь прочное знакомство со всеми тремя библиотекаршами. И, пуская в ход все средства пропаганды, получил, наконец, желаемое право свободного просмотра книг. Поставив лесенку к огромным книжным шкафам, Павел часами просиживал на ней, перелистывая книгу за книгой в поисках интересного и нужного. В большинстве книг были старые. Новая литература скромно умещалась в одну небольшом шкафу. Здесь было собрано случайно попавшие брошюры периода гражданской войны. «Капитал Маркса», «Железная пята» и еще несколько книг. Среди старых книг Корчагин нашел роман «Спартак». Осилив его в две ночи, Павел перенес книгу в шкаф и поставил рядом со стопкой книг Горького. Такое перетаскивание наиболее интересных и близких ему книг продолжалось все время. Библиотекарши этому не мешали. Им было безразлично. В комсомольском коллективе однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала показалось, происшествием. Член бюро ячейки среднего ремонта, Коська Фидин, курносый с исцарапанным оспой лицом, медлительный парнишка, сверля железную плиту, сломал дорогое американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности. Даже хуже, почти нарочито, произошло это утром. Старший мастер среднего ремонта, Ходоков, предложил Коське просверлить в плите несколько дыр. Коська сначала отказывался, но под нажимом мастера взял плиту и стал сверлить. Ходорова в цехе не любили за придирчивую требовательность. Он когда-то был меньшевиком. В общественной жизни не принимал никакого участия, на комсомольцев смотрел косо, но свое дело знал прекрасно и свои обязанности выполнял добросовестно. Мастер заметил, что сверлит на сухую, не заливая сверло маслом. Мастер торопливо подошел к сверлильному станку и остановил его. — Ты что, ослеп, что ли? Или вчера пришел сюда? — закричал он на Коську, зная, что сверло неизбежно выйдет из строя при таком обращении. Но Коська облаял мастера и опять пустил станок. Кодоров пошел жаловаться к начальнику цеха, а Коська, не остановив станка, побежал искать масленку, чтобы к приходу администрации все было в порядке. Пока он нашел масленку и вернулся, сверло уже сломалось. Начальник цеха подал рапорт об уволении Федина. Бюро комсомольской ячейки вступилось за Коську. Опираясь на то, что Кодоров зажимает молодежный актив, администрация настаивала, и разбор дела перешел в бюро коллектива. Отсюда и началось. Из пяти членов бюро трое были за то, чтобы Коське вынести выговор и привести его на другую работу. Среди них был Цветаев. Двое же вообще не считали Коську виноватым. Заседание бюро происходило в комнате Цветаева. Здесь стоял большой стол, покрытый красной материей, несколько длинных скамеек и табуреток, собственноручно сделанных ребятами из столярной мастерской. По стенам портреты вождей. Позади стола, во всю стену, развернутое знамя коллектива. Цветаев был освобожденный работник. Кузнец по профессии. Он благодаря своим способностям за последние четыре месяца выдвинулся на руководящую работу в молодежном коллективе. Вошел в членов бюро Райкомола и в состав Губкома. Кузнечил он на механическом заводе, в мастерских был новичком. С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил личную инициативу ребят. За все хватался сам и, не охватив полностью работы, начинал громить своих помощников за бездеятельность. Комната и та декорировалась под его личным наблюдением. Цветаев вел заседание, разваляясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка. Заседание было закрытое. Когда портор Хомотов попросил слова, в дверь закрытую на крючок кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился, стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинул крючок. За дверью стоял Корчагин. Катюша пропустила его. Павел уже направлялся к свободной скамье, когда Цветаев окликнул его. Корчагин, у нас сейчас закрытое бюро. Щеки Павла залило краской, и он медленно повернулся к столу. Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костике. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия? Я не против, но тебе же известно, что на закрытых заседаниях присутствуют одни члены бюро. Когда людно, труднее обсуждать. Но раз пришел, садись. Такую пощечину Корчагин получал впервые. На лоб межбровей родилась складка. Почему такие формальности? Высказал свое неодобрение Хомутов. Но Корчагин жестом остановил его и сел на табурет. Я вот о чем хотел сказать, заговорил Хомутов. Насчет Ходорова. Это верно, он человек на отшибе. Но у нас дисциплины не важно. Если так все комсомольцы начнут сверла крошить, нам не о чем будет работать. А уж беспартийный пример и вовсе никудышный. Я думаю, что парню предупреждение дать нужно. Цветаев не дал ему договорить и стал возражать. Прослушав минут десять, Корчагин понял установку бюро. Когда же приступили к голосованию, он выступил с заявлением. Цветаев, пересилив себя, дал ему слово. Я хочу передать вам, товарищи, свое мнение о деле Костки. Колос Корчагина был более резок, чем он этого хотел. Дело Костки это сигнал. А главное не в Костке. Я вчера собрал немного цифр. Павел вынул из кармана записную книжку. Они даны табельщикам. Послушайте внимательно. 23% комсомольцев ежедневно опаздывают на работу. От пяти до пятнадцати минут. Это уже закон. 17% комсомольцев прогуливают от одного до двух дней в месяц систематически. В то время как беспартийный молодняк имеет 14% прогульщиков. Цифры хуже плетки. Я мимоходом записал и еще кое-что. Среди партийцев прогульщиков 4% по одному дню в месяц. Опаздывают тоже 4%. Среди беспартийных взрослых прогульщиков 11% по одному дню в месяц. И опаздывают 13%. Поломка инструмента 90% падает на молодняк. Среди которого только что принятых на работу 7%. Отсюда вывод. Мы работаем много хуже партийцев и взрослых рабочих. Но это положение не везде одинаково. Кузнице можно только позавидовать. У электриков удовлетворительно. А у остальных более или менее ровно. Товарищ Хомутов, по-моему, сказал о дисциплине лишь на четверть. Перед нами стоит задача выровнять эти зигзаги. Я не стану агитировать и митинговать. Но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие прямо говорят. На хозяина работали лучше. На капиталиста работали исправнее. А теперь, когда мы стали сами хозяевами, этому нет оправдания. И в первую очередь виноват не только Костька или кто-то там другой, а мы с вами. Потому что мы не только не вели борьбы с этим злом как следует, а наоборот, по тем или другим предлогам, иногда защищали таких, как Костька. Здесь только что говорили Самохин и Бутыляк, что Федин свой парень, как говорится, свой в доску, активист, несет нагрузки. Но сковырнул сверло, подумаешь, какая важность, с кем не случается. Зато парень наш, а мастер чужак. Хотя с Ходоковым никто работу не ведет. Этот придир имеет 30 лет рабочего стажа. Не будем говорить о его политической позиции. Он сейчас прав, он чужак, бережет государственное добро, а мы кромсаем заграничные инструменты. Как такой оборот дело назвать? Я считаю, что мы сейчас нанесем первый удар и начнем наступление на этом участке. Предлагаю Фидина, как лодыре, разгильдяя и дезагранизатора производства, из комсомола исключить. Об его деле написать в стенгазете и открыто, не боясь никаких разговоров, поместить вот эти цифры в передовой статье. У нас есть силы, у нас есть на кого опереться. Основная масса комсомольцев – хорошие производственники. Из них 60 человек прошли через боярку, а эта школа самая верная. С их помощью и при их участии мы зигзаг этот выровняем. Только надо раз навсегда отбросить такой подход к делу, какой есть сейчас. Обычно спокойный и молчаливый Корчагин сейчас говорил горячо и резко. Цветаев впервые наблюдал электрика в его настоящем виде. Он сознавал правоту Павла, но согласиться с ним мешало все то же чувство настороженности. Он понял выступление Корчагина как резкую критику общего состояния организации, как подрыв его, Цветаева авторитета и решил разгромить монтера. Свои возражения он прямо начал с обвинения Корчагина в защите меньшевика Ходорова. Три часа продолжалась страстная дискуссия. Поздно вечером были подведены ее результаты. Разбитый неумолимой логикой фактов и потеряв большинство, перешедшее на сторону Корчагина, Цветаев сделал неверный шаг – поломал демократию. Перед решающим голосованием он предложил Корчагину выйти из комнаты. Хорошо, я выйду, хотя это не делает тебе чести, Цветаев. Я только предупреждаю, что если ты все же настоишь на своем, завтра я выступлю на общем собрании. И уверен, ты там большинства не соберешь. Ты, Цветаев, не прав. Я думаю, товарищ Хомутов, что ты обязан перенести этот вопрос в парт-коллектив еще до общего собрания. Цветаев, вызывающий, крикнул. Чем ты меня пугаешь? Без тебя дорогу туда знаю. Мы о тебе поговорим. Если сам не работаешь, то другим не мешай. Закрыв дверь, Павел потер рукой горячий лоб и пошел через пустую контору к выходу на улицу. Вздохнув полной грудью, закурив папиросу, направился к маленькому домику на Батыевой горе, где жил Токарев. Корчагин застал слесаря за ужином. Рассказывай, послушай, что у вас там новенького. Дарья, принеси-ка ему миску каши, говорил Токарев, усаживая Павла за стол. Дарья Фоминична, жена Токарева, в противоположность мужу, высокая, полнотелая, поставила перед Павловым тарелку шеной каши и, вытирая белым фартуком влажные губы, сказала добродушно. Уши глубок. Раньше, когда Токарев работал в мастерских, Корчагин частенько просиживал здесь допоздна, но теперь, по возвращении в город, он был у старика впервые. Слесарь внимательно слушал Павла, сам ничего не говорил, старательно работал ложкой, похмыкивая про себя. Покончив с кашей, он вытер платком усы и откошленулся. Ты, конечно, прав. Нам давно было поставить это дело по-настоящему. Мастерские и основной коллектив в районе отсюда надо начинать. Значит, вы с Цветаемым поцапались? Плохо. Парень, он козыристый, но ты же умел с ребятами работать. Кстати, что ты в мастерских делаешь? Я в цехе. Так вообще везде шевелюсь понемногу. У себя в ячейке кружок веду политграмоты. А в бюро что делаешь? Корчагин замелся. Я на первое время, пока силенок было мало, да и подучиться думал, официально в руководстве не участвую. Вот тебе и на, с неодобрением воскликнул токарев. Знаешь, сынок, одно тебя отзвучки выручает, это неокрепшее здоровье. А сейчас как? Оправился маленький? Да. Ну так вот, принимайся за дело по-настоящему. Нечего водичку цедить. Как кто это видел, чтобы сбоку припеку можно было что-нибудь путное сделать? Да тебе любой скажет, увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Завтра там все это поправить. А я оконево, накручу чуба. С ноткой недовольства в голосе закончил токарев. Ты его не трогай, отец, вступился Павел. Я сам просить. Просил не грузить. Токарев презрительно свистнул. Просил, а он тебя уважил? Ну ладно, что с вами, с комсой поделаешь. Давай, сынок, по старой привычке газеты почитай. Глаза мои прихрамывают. Бюро партколлектива одобрило мнение большинства молодежного бюро. Перед партийным и молодежным коллективами была поставлена важная и трудная задача. Личной работой дать пример трудовой дисциплины. Но бюро Цветаева основательно потрепали. Сначала он был запетушился, но припертый в угол выступлением орсектора Лопахина, пожилого с желто-бледным лицом, отжигающего от туберкулеза, Цветаев сдался и наполовину и ошибку свою признал. На другой день в стенных газетах, мастерских появилась статья, привлекшая внимание рабочих. Их читали, вслух и горячо обсуждали. Вечером на необычно многолюдном собрании молодежного коллектива только и разговору было, что о них. Костюр исключили, а бюро коллектива ввели нового товарища, нового политпросветчика Корчагина. Необычайно тихо и терпеливо слушали Ижданова. А тот говорил о новых задачах, о новом этапе, в который вступают железнодорожные мастерские. После собрания Цветаева на улице ожидал Корчагин. Пойдем вместе, нам есть о чем поговорить, подошел он к отцекуру. О чем речь идет? Глух спросил Цветаев. Павел взял его под руку и, сделав с ним несколько шагов, остановился в скамье. Сядем на минутку. И первый сел. Огонек папироски Цветаева то вспыхнул, то потухал. Скажи, Цветаев, за что ты у меня зуб имеешь? Несколько минут молчания. Вот ты о чем. А я думал о деле. Голос Цветаева неровный, деланно удивленный. Павел двердо положил свою ладонь на его колено. Прось, Димка. Ездить на ресорах. Это так только дипломаты выкаблучиваются. Ты вот дай ответ, почему я тебе не по нутру пришелся. Цветаев нетерпеливо шевельнулся. Чего пристал? Какой там зуб? Сам же предлагал тебе работать. Отказался, а теперь выходит, вроде я тебя отшиваю. Павел не уловил в его голосе искренности и, снимая руки с колен, заговорил, волнуюсь. Не хочешь отвечать, я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу перейду? Думаешь, место от секра мне снится? Ведь если бы не это, не было бы перепалки из-за кости. Этакие отношения всю работу уродуют. Если бы это мешало только нам двоим, черт с ним, неважно, думаю, что хочешь. Слушай, но мы же завтра на пару работать будем. Что из этого получится? Ну так слушай, нам делить нечего. Мы с тобой парни рабочие. Если тебе дело наше дороже всего, ты даешь мне пять. И завтра же начнем по-дружески. А ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдешь по склочной тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Вот тебе рука. Бери, пока это рука товарища, с большим удовлетворением почувствовал Корчагин на своей ладони, узловатые пальцы Цветаева. Прошла неделя. В райком парте кончилась работа. Становилось тихо в отделах. Но Токарев еще не уходил. Старик сидел в кресле, сосредоточенно читая свежие материалы. В дверь постучали. Ага, ответил Токарев, вложил Корчагин. И положив перед секретарем две заполненные анкеты, что это? Это отец ликвидации и безответственности. Думаю, пора. Если и ты того же мнения, то прошу твоей поддержки. Токарев взглянул на заголовок. Потом, несколько секунд посмотрев на юношу, молча взял перо в руки. И в графе, где были слова у портстажа, рекомендующих товарища Корчагина Павла Андреевича в кандидаты РКПБ, твердо вывел 1903 год и рядом свою бесхитростную подпись. Но, сынок, верю, что никогда не опозоришь мою седую голову. В комнате душно и мысль одна. Как бы скорее туда, в каштановая аллея, в привокзальной соломинке. Кончай, Павка, нет моих сил больше. Обливаясь потом, размолился Цветаев. Катюша за ней, другие поддержали его. Корчагин закрыл книгу, кружок кончил свою работу. Когда всей гурьбой поднялись, на стене беспокойно звякнул старенький Эриксон, стараясь перекричать разговаривающих в комнате. Цветаев повел переговоры. Повесив трубку, он обернулся к Корчагину. На вокзале стоят два дипломированных вагона польского консульства. У них потух свет. Поезд через час отходит. Нужно исправить проводку. Возьми, Павел, ящик с материалом и сходи туда. Дело срочное. Два блестящих вагона международного сообщения стояли у первого перона вокзала. Салон-вагон с широкими окнами был ярко освещен. Но соседний с ним утопал в темноте. Павел подошел к роскошному пульману и взялся рукой за поручень, собираясь войти в вагон. От вокзальной стены быстро отделился человек и взял его за плечо. Вы куда, гражданин? Голос знакомый. Павел оглянулся. Кожаная куртка, широкий козырек фуражки, тонкий, с горбинкой нос и настороженно недоверчивый взгляд. Артюхин лишь теперь узнал Павла. Рука упала с плеча, выражение лица потеряло сухость, но взгляд вопросительно застрял на ящике. Ты куда шел? Павел кратко объяснил. Из-за вагона появилась другая фигура. Сейчас я вызову их проводника. В салон-вагоне, куда вошел Корчагин, вслед за проводником, сидело несколько человек, изысканно одеток в дорожные костюмы. За столом, покрытым шелковой с розами скатертью, спиной к двери сидела женщина. Когда вошел Корчагин, она разговаривала с высоким офицером, стоявшим против нее. Едва монтер вошел, разговор прекратился. Быстро осмотрев провода, идущие от последней лампы в коридор, и найдя их в порядке, Корчагин вышел из салона вагона, продолжая искать повреждения. За ним неотступно следовал жирный шеи боксера проводник в форме, изобилиющей крупными медными пуговицами с изображением одноглавого орла. Перейдем в соседний вагон. Здесь все исправно, аккумулятор работает. Повреждения видно там. Проводник повернул ключ к двери, и они вошли в темный коридор. Освещая проводку электрическим фонариком, Павел скоро нашел место короткого замыкания. Через несколько минут загорелась первая лампочка в коридоре, залив его бледно-матовым светом. Надо открыть купе, там необходимо сменить лампы. Они перегорели, обратился к своему спутнику Корчагин. Тогда надо позвать пани, у нее ключ, и проводник, не желая оставлять Корчагина одного, повел его за собой. В купе первой вошла женщина, за ней Корчагин. Проводник остановился в дверях, закупорив их своим телом. Павлу бросилось в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенные на диван шелковое манто, флакон дугхов и крошечная малахитовая пудреница на столе у окна. Женщина села в углу дивана и, поправляя свои волосы цвета льна, наблюдала за работой монтера. Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку. Пан майор хочет холодного пива, угодливо сказал проводник, с трудом сгибая при поклоне свою бычью шею. Женщина протянула певучая жеманна. Можете идти. Разговор шел на польском языке. Полоса света из коридора подвала на плечо женщины, изысканная из тончайшего леонского шелка, сшитая у первоклассных парижских монстеров платье, пани оставляла обнаженными ее плечи и руки. В маленьком ушке, вспыхивая и сверкая, качался каплевидный бриллиант. Корчагин видел только плечо и руку женщины, словно выточенные слоновые кости. Лицо было в тени. Быстро работая отверткой, Павел сменил в потолке резетку, и через минутку в купе появился свет. Оставалось осмотреть вторую электролампочку над диваном, где сидела женщина. — Мне нужно проверить эту лампочку, — сказал Корчагин, останавливаясь перед ней. — Ах, да, я ведь вам мешаю, — на чисто русском языке ответила пани, и легко поднялась с дивана, встав почти рядом с Корчагином. Теперь ее было видно всю. Знакомые стрельчатые линии бровей и надменно сжатые губы. Сомнений быть не могло. Перед ним стояла Нелли Лещинская, дочь адвоката, не могла не заметить его удивленного взгляда. Но если Корчагин узнал ее, то Лещинская не заметила, что выросший за эти четыре года монтер и есть ее беспокойный сосед. Принадлежительно сдвинув брови, в ответ на его удивление, она прошла в двери купе и остановилась там, нетерпеливо постукивая носком лакированной туфельки. Павел принялся за вторую лампочку. Отвинтив ее, посмотрел на свет и неожиданно для себя, а затем, тем более для Лещинки, спросил на польском языке. — Виктор тоже здесь? — спрашивая, Корчагин не обернулся. Он не видел лица Нелли, но продолжительное молчание говорило о ее замешательстве. — Разве вы его знаете? — Очень даже знаю, мы ведь были с вами соседи. Павел повернулся к ней. — Вы Павел, сын? — Нелли запнулась. — Кухарки, — подсказал ей Корчагин. — Как вы выросли. Помню вас дикарем-мальчиком. Нелли бесцеремонно разглядывала его с ног до головы. — А почему вас интересует Виктор? — Насколько я помню, вы были с ним не в ладах, — сказала Нелли своим певучим сопрано, надеясь рассеять скуку неожиданной встречи. Отвертка быстро ввертывала в стену шуруп. За Виктором остался неоплаченный долг. — Вы, когда встретите его, передайте, что я не теряю надежды расквитаться. — Скажите, сколько он вам должен? Я заплачу за него? Она понимала, о каком расчете, — говорил Корчагин. Ей была известна вся история с петлюровцами. Но желание подразнить этого холопа толкало ее на издевку. Корчагин отмолчался. — Скажите, верно ли, что наш дом разграблен и разрушается? — Наверное, беседка и клумбы все разворочены, — с грустью спросила Нелли. — Дом теперь наш, а не ваш, и разрушать его нам нет расчета. Нелли саркастически усмехнулась. — Ого, вас тоже, видно, обучали. Но, между прочим, здесь вагон польской миссии. И в этом купе я, госпожа, а вы, как были рабом, так и остались. Вы сейчас работаете, чтобы у меня был свет, чтобы не мне было удобно читать вот на этом диване. — Раньше ваша мать стирала нам белье, а вы носили воду. Теперь мы опять встретились в том же положении. Она говорила это с торжествующим злорадством. Павел, зачищая ножом кончик провода, смотрел на польку с нескрываемой насмешкой. — Я для вас, гражданочка и ржавого гвоздя, не вбил бы. Но раз буржуи выдумали дипломатов, то мы марку держим. И мы им голову не рубаем. Даже грубости не говорим. Не в пример вам. Щеки Нелли за панцовели. Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету? Или же взяли бы себе в наложницу? Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись, чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Над диваном вспыхнул свет. Павел выпрямился. — Кому вы нужны? Сдохните и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже, как бабу, не взял такую. Ящик в руках, два шага к двери. Нелли посторонилась, и уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное. Пшеклятый большевик. На другой же день, вечером, когда Корчагин направился в библиотеку, на улице встретился с Катюшей. Зажав в кулачок рукав ее блузы, Зеленова шутливо предгодила ему дорогу. — Куда бежишь? — В политике просвещения? — В библиотеку, мамаша. Освободи дорогу. В тон ей ответил Корчагин. Бережно взял Катюшу за плечи и осторожно отодвинул ее на мостовую. Освободясь от его рук, Катюша пошла рядом. — Слушай, Павлуша, не все же учиться. Знаешь что, сходим сегодня на вечеринку. У Зина и Гладыш сегодня собираются ребята. Меня девочки давно уже просили привезти тебя. — Ты ведь в одну политику ударился. Неужели тебе не хочется повеселиться, погулять? — Ну не почитаешь сегодня. Твоей же голове легче. — Настучиво уговаривала его Катюша. — Какая ты вечеринка? — Что там делать буду? Катюша насмешливо передразнивала. — Что делать? Не богу же молиться, а весело проведем время и только. — Ведь ты на баяне играешь. А я ни разу не слыхала. Но сделай ты для меня удовольствие. У Зинькиного дяди баян есть, но дядя играет плохо. Тобой девочки интересуются, а ты над книгой сохнешь. Где это написано, чтобы комсомольцу повселиться нельзя было? — Идем, пока мне не надоело тебя уговарить, а то поссорюсь с тобой на месяц. Большеглазая малярка Катя, хороший товарищ и неплохая комсомолка, Корчагину не хотелось обижать девчину, и он согласился, хоть было и непривычно и диковато. В квартире паровозного машиниста Гладыша было людно и шумно. Взрослые, чтобы не мешать молодежи, перешли во вторую комнату, а в большой первой и на веранде, выходящей в маленький садик, собралось человек 15 парней и девчат. Когда Катюша провела Павла через сад на веранду, там уже шла игра, так называемая «кормежка голубей». Посреди веранды стояли два стула спиной друг к другу. На них, по вызову хозяйки, руководящей игрой, сели парнишка и девушка. Хозяйка кричала «кормите голубей!» И сидевшие друг к другу спиной молодые люди повертывали назад головы, губы их встречались, и они всенародно целовались. Потом шла игра в колечко и почтальоны. И каждая из них обязательно сопровождалась поцелуями. Причем в почтальоне, чтобы избежать общественного надзора, поцелуи переносились из освещенной веранды в комнату, где на это время тушился свет. Для тех, кого эти игры не удовлетворяли, на круглом столике в углу лежала стопка карточек цветочного флирта. Соседка Павла, назвавшая себя Мурой, девушка лет шестнадцати, кокетничая голубыми глазенками, протянула ему карточку и тихо сказала «Фиалка!» Несколько лет тому назад Павел наблюдал такие вечера, и если не принимал в них непосредственного участия, то все же считал нормальным явлением, но сейчас, когда он навсегда оторвался от мещанской жизни маленького городка, вечеринка эта показалась ему чем-то уродливым и немного смешным. Как бы то ни было, а карточка флирта была в его руке. Напротив фиалки он прочитал «Вы мне очень нравитесь!» Павел посмотрел на девушку, она не смущаясь встретила ей этот взгляд. «Почему?» Вопрос вышел тяжеловатым. Ответ Мура приготовила заранее. «Роза!» Протянула она ему вторую карточку. Напротив Розы стояла «Вы мой идеал!» Корчагин повернулся к девушке и стараясь смягчить тон, спросил «Зачем ты этой чепухой занимаешься?» Мура смутилась и растерялась. «Разве вам неприятно мое признание?» Ее губы капризно сморщились. Корчагин остановил ее вопрос без ответа. Оставил ее вопрос без ответа. Но ему хотелось узнать, кто с ним разговаривает. И он загадал, загадывал вопросы, на которые девушка охотно отвечала. Через несколько минут он уже знал, что она учится в семилетке, что ее отец осмотрящий квагонов, и что она знает его давно и хотела с ним познакомиться. «Как твоя фамилия?» Спросил Корчагин. Волынцева Мура. «Твой брат секретарь ячейки депо?» «Да». Теперь Корчагин знал, с кем он имеет дело. Один из активнейших комсомольцев района, Волынцев, как видно, совсем не обращал внимания на свою сестру, и она росла серенькой мещаночкой. Последние два года стала посещать вечеринки у своих подруг с поцелуями до одурения. Корчагина она несколько раз видела у брата. Сейчас Мура почувствовала, что сосед не одобряет ее поведение, и когда ее позвали кормить голубей, она, уловив кривую слежку Корчагина, наотрез отказалась. Посидели еще несколько минут. Мура рассказывала о себе, к ним подошла Зеленова. «Принести, Баян, ты сыграешь?» И полтовато щуря глаза смотрела на Муру. Что, познакомились? Павел усадил Катюшу рядом, и, пользуясь тем, что кругом смеялись и кричали, сказал ей, «Играть не буду, мы с Мурой сейчас уйдем отсюда». «Ого! Зияло, значит!» Многозначительно протянула Зеленова. «Да, зияло. Ты скажи, кроме нас с тобой здесь еще комсомольцы есть? Или только мы с тобой в голубятнике зашились?» Катюша, примеряющая, сообщила. «Уже бросили чудить, сейчас потанцуем». Корчагин поднялся. «Ладно, танцуй, старуха. А мы с Волынцевой все-таки уйдем». Однажды вечером Борхард зашла к Окуневу. В комнате сидел один Корчагин. «Ты очень занят, Павел? Хочешь, пойдем на пленум горсовета? Вдвоем нам будет веселее идти, а возвращаться придется поздно». Корчагин быстро собрался. Над его кроватью висел маузер. Он был слишком тяжел. Из стола он вынул браунинг Окунева и положил в карман. Оставил записку Окунева. Ключ спрятал в условленном месте. В театре встретили Панкратову и Ольгу. Сидели все вместе. В первых перерывах гуляли по площади заседания. Как и ожидала Анна, затянулась до поздней ночи. «Может, пойдем ко мне спать? Поздно уже, а идти далеко», – предложила Юринева. «Нет, мы уже с ним договорились», – отказалась Анна. Панкратов и Ольга направились вниз по проспекту, а в Соломенце пошли в гору. Ночь была душная, темная. Город спал по тихим улицам, расходились в разные стороны участники пленума. Их шаги и голоса постепенно затихали. Павел и Анна быстро уходили от центральных улиц. На пустом рынке их остановил патруль. Проверить документы пропустил. Пересекли бульвар и вышли на неосвещенную, безлюдную улицу, проложенную через пустырь. Свернули влево и пошли по шоссе, параллельно центральным дорожкам. Склада. Это были длинные бетонные здания, мрачные и угрюмые. Анну невольно охватило беспокойство, она пытливо осматривалась в темноту, отрывистая и не в попад, отвечала Корчагину. Когда подозрительная тень оказалась всего лишь телеграфным столбом, Порхард рассмеялась и рассказала Корчагину о своем состоянии. Взяла его под руку и, прильнув плечом к его плечу, успокоилась. Мне двадцать третий год, а неврастения, как у старушки. Ты можешь принять меня за трусиху, это будет неверно, но сегодня у меня особенно напряженное состояние. Вот сейчас, когда я чувствую тебя рядом, исчезает тревога, и мне даже неловко за все эти опаски. Спокойствие Павла, вспышки, огоньки его папироса, на миг освещавший уголок его лица, мужественный излом бровей, все это рассеяло страх, навеянный чернотой ночи, дикостью пастыря и слышанным в театре рассказом о вчерашнем убийстве на Подоле. Склады остались позади, миновали мостик, переброшенный через речонку, и пошли по привокзальному шоссе к туннельному проезду, что прилегал внизу под железнодорожными путями, соединяя эту часть города с железнодорожным районом. Вокзал остался далеко в стороне вправо, проезд проходил в тупик за депо. Это были уже свои места. Наверху, где железнодорожные пути, исклились разноцветные огни на стрелках и семафорах, а у депо утомленно вдыхал уходящий на ночной отдых маневрик. Над входом в проезд висел на ржавом крюке фонарь. Он едва заметно покачивался на ветках. Желто-мутный свет его двигался от одной стены туннеля к другой. В шагах в десяти отходов в туннель у самого шоссе стоял одинокий домик. Два года назад в него плюхался тяжелый старяд и, разворотив его внутренности, превратил лицевую половину в развалину. А сейчас он взиял огромной дырой, словно нищую дороги, выставляя на показ свое убожество. Было видно, как наверху по насыпи пробежал поезд. — Вот мы почти и дома, — облегченно сказал Анна. Павел незаметно попытался освободить свою руку. Подходя к проезду, невольно хотелось иметь свою свободную руку, взятую в плен его подругой. Но Анна руки не отпустила. Прошли мимо разрушенного домика, сзади рассыпалась дробь срывающихся в беге ног. Корчагин рванул руку, но Анна в ужасе прижала ее к себе, и когда он с силой все же вырвал ее, было уже поздно. Шею Павла охватил железный зажим пальцев и рывок в сторону. И Павел повернулся лицом к нападавшему. Прямо в зубы ткнулся ствол парабеллума. Рука переползла к горлу и, свернув жгутом гимнастерку, вынувшись во всю длину, держала его перед дулом, медленно описывающим дугу. Завороженные глаза электрика следили за этой дугой с нечеловеческим напряжением. Смерть заглядывала в глаза пятком дула, и не было сил, не хватало воли, хоть на сотую секунду оторвать глаза от дула. Ждал удара. Но выстрела не было, и широко раскрытые глаза увидели лицо бандита. Большой череп, могучая челюсть, чернота небритой бороды и усов, а глаза под широким козырьком кепки остались в тени. Край глаза Корчагина запечатлел мелого бледное лицо Анны, которую в тот же миг потянули в провал дома один из трех. Ломая ей руки, повалил ее на землю. К нему метнулась еще одна тень. Ее Корчагин видел лишь отраженный на стене туннель. Сзади в провале дома шла борьба. Анна отчаянно сопротивлялась, ее задушенный крик прервала закрывшая рот фуражка. Большеголового, в чьих руках был Корчагин, не желавшего оставаться безучастным свидетелем насилия, как зверя тянуло к добыче. Это, видимо, был главарь. И такое распределение ролей ему не понравилось. Юноша, которого он держал перед собой, был совсем зеленый, по виду замухрай деповской. Опасности этот мальчишка не представлял никакой. Ткнуть его в лоб шпалером раза два-три, как следует, и показать дорогу на пустыре. Будет рвать подметки, не оглядываясь до самого города. И он разжал кулак. Дергай, бегом. Крой, откуда пришел. Опикнешь пулю в глотку. И Большеголовый ткнул Корчагина в лоб стволом. Дергай. С хрипом выдвинул. Он и опустил парабеллум, чтобы не пугать пулей в спину. Корчагин бросился назад, первые два шага боком, не выпуская из виду Большеголового. Бандит понял, что юноша все еще боится получить пулю, и повернулся к дому. Рука Корчагина стремилась в карман, лишь бы успеть, лишь бы успеть. Круто обернулся, и, вскинув вперед вытянутую левую руку, на миг уловил концом дула Большеголового. Выстрелил. Бандит поздно понял ошибку. Пуля впилась ему в бок раньше, чем он поднял руку. От удара его шатнуло к стене туннеля, и, глухо взвыв, цепляясь рукой за бетон стены, он медленно оседал на землю. Из провала дома вниз в яр скользнула тень. Вслед ей разорвался второй выстрел. Вторая тень, изогнутая скачками, уходила в черную тут туннель. Выстрел. Осыпанная пулью, раскрошенная пулей бетона, тень метнула в сторону и нырнула в темноту. Вслед ей трижды сбудоражил ночь Браунинг. У стены, извиваясь червяком, агонизировал большеголовый. Потрясенная ужасом произошедшего, Анна, поднятая Корчагиным с земли, смотрела на корчивающегося бандита, словно понимая свое спасение. Корчагин силой увлек ее в темноту, назад к городу, уводя из освещенного круга, они бежали к вокзалу. А у туннеля на насыпи уж мелькали огоньки, и тяжело охнул на путях тревожный винтовочный выстрел. Когда, наконец, добрались до квартиры Анны, где-то на Батыевой горе запели Путыхуи. Анна прилегла на кровать. Корчагин сел у стола, он курил, сосредоточенно наблюдая, как уплывает вверх серый виток дыма. Только что он убил четвертого в своей жизни человека. Есть ли вообще мужество, проявляющееся всегда в своей совершенной форме? Вспоминая все свои ощущения и переживания, он признал себе, что в первые секунды черный глаз дуло, заледенел его сердце. А разве в том, что две тени безнаказанно ушли, виновата лишь одна слепота глаза и необходимость бить с левой руки? Нет. На расстоянии нескольких шагов можно было стрелять удачнее, но все та же напряженность и поспешность, несомненный признак растерянности были этому помехой. Свет настольной лампы освещал его голову и Анна наблюдала за ним, не упуская ни одного движения мышц на его лице. Впрочем, глаза его были спокойны и о напряженности мыслей говорила лишь складка на лбу. О чем ты думаешь, Павел? Его мысли, вспуганные вопросом, уплыли, как дым, за освещенный полукруг. И он сказал первое, что пришло сейчас в голову. Мне необходимо сходить в комендатуру. Надо обо всем этом поставить в известность. И нехотя, преодолевая усталость, поднялся. Она не сразу отпустила его руку, не хотелось оставаться одной, проводила его до двери и закрыла ее. Лишь когда Корчагин, ставший ей теперь таким дорогим и близким, ушел в ночь. Приход Корчагина в комендатуру объяснил непонятное для жизнедорожной охраны убийство. Труп сразу опознали, это был хорошо известный уголовному розыску Финка Череп, налетчик и убийца-рецидивист. Случай туннеля на другой день стал известен всем. Это обстоятельство вызвало неожиданное столкновение между Павлом и Цветаевым. В разгар работы в цех вошел Цветаев и позвал к себе Корчагина. Цветаев вывел его в коридор и, остановившись в глухом закоулке, волнуясь и не зная, с чего начать, наконец выговорил. «Расскажи, что вчера было». «Ты же знаешь». Цветаев беспокойно шевельнул плечами. Монтер не знал, что Цветаева в случае туннеля коснулся острее других. Монтер не знал, что этот кузнец, вопреки своей внешней безразличности, был неравнодушен к Борхард. Анна у него одного вызывала чувство симпатии, но у Цветаева это происходило сложнее. В случае туннеля, о котором он только что узнал от Лагутиной, оставил в его сознании мучительный, неразрешимый вопрос. Вопрос этот не мог поставить монтеру прямо. Он знать ответ хотел. Краем сознания он понимал эгоистическую мелочность своей тревоги, но в разноречивой борьбе чувств в нем на этот раз победила примитивная звериная. — Слушай, Корчагин, — заговорил он приглушенно, — разговор останется между нами. Я понимаю, что ты не рассказываешь об этом, чтобы не терзать Анну, но мне ты можешь довериться. Скажи, когда тебя бандит держал, те изнасиловали Анну? В конце фразы Цветаев не выдержал и ответ отвел глаза в сторону. Корчагин начал смутно понимать его. Если бы Анна ему была безразлична, Цветаев так бы не волновался. А если Анна ему дорога, то... Павел оскорбился за Анну. — Для чего ты спросил? Цветаев заговорил что-то несвязное и чувствуя, что его поняли, обозлился. — Чего ты увиливаешь? Я тебя прошу ответить. А ты меня допрашивать начинаешь? — Ты Анну любишь? Молчание затем трудно произнесенное Цветаевым. — Да. Корчагин, едва сдерживая гнев, повернулся и пошел по коридору, не оглядываясь. Однажды вечером Окунев, смущенно потоптавшись у кровати друга, присел на край и положил руку на книгу, которую читал Павел. — Знаешь, Павлуша, приходится тебе рассказывать об одной истории. С одной стороны вроде ерунда, а с другой совсем наоборот. У меня с Талей Лагутиной получилось недоразумение. Сначала, видишь ли, она мне понравилась. Окунев виновата по скрепу виска. Но видишь, что друг не смеется, а смелел. А потом у Талия что-то в этом роде. Одним словом, я всего этого тебе рассказывать не буду. Все видно и без фонаря. Вчера мы решили попытать счастья, построить жизнь нашу на пару. Мне 22 года, мы оба имеем право голосовать. Я хочу создать жизнь с Талией на началах равенства. Как ты на это, Корчагин, задумался? Что я могу ответить, Коля? Вы оба мои приятели, по роду из одного племени. Остальное тоже общее. А Талия особенно девчина хорошая. Все здесь понятно. На другой день Корчагин перенес свои вещи к ребятам в общежитие, при депо. А через несколько дней у Анны был товарищеский вечер без еды и питья. Коммунистическая вечеринка в честь содружества Талия и Николая. Это был вечер воспоминаний, чтение отрывков из наиболее волнующих книг. Много и хорошо пели хором. Далеко были слышны боевые песни. А позже Катюша Зеленова и Волынцева принесли баян. И рок от густых басов, и серебряный перезвон ладов заполнили комнату. В этот вечер Павка играл на редкость хорошо. А когда Надива всем пустился в пляс, верзила Панкратов, Павка забылся, и гармон, теряя новый стиль, рванула огнем. Эх, улица, улица. Гар Деникин журится, что сибирская чека разменяла Колчака. Играла гармонь о прошлом, об огневых годах и о сегодняшней дружбе, борьбе и радости. Но когда гармонь была передана Волынцеву, и слесарь рявкнул в жаркое яблочко, в стремительный пляс ударился никто иной, как электрик. В сумасшедшей чечетке плясал колчак. Субтитры создавал DimaTorzok